В последнее время слышна очень часто инструкция, сядьте с ровной спиной, но большинство людей не понимает, как функционально это все отстроить. А это важно, потому что, к счастью, сейчас и медитациями люди занимаются уже больше и дыхательными практиками, а вот правильно сесть это очень много дает, потому что это и предостройка перед уроком йоги, и рисунок дыхания от этого очень зависит, и там вообще много-много-много и. Поэтому первое, с чего хотелось бы начать, это спина в принципе не ровная. Мы рождаемся уже с такой спиной, здесь изгиб, там прогиб, поэтому будем называть это вот нейтральное положение спины. Так меня учили преподаватели, и я как бы в восторге от этого способа и от этого выражения. Садимся, находим у себя седалищные кости, вот они вот здесь, и начинаем как бы искать, как сесть на них, потому что часто рисунок вот такой, немножко вперед наклонен человек или назад, уже туда на крестец приходит. То есть находим седалище. И вот сидя уже на седалищных костях, здесь уже есть некая нейтраль, нейтральное положение спины. Дальше. Убираем чуть-чуть ноги подальше, можно руки в пол и покрутить таз. Зачем? Потому что у людей разный наклон таза, у кого-то передний наклон таза, у кого-то задний наклон таза, и когда человеку даешь инструкцию, сядь с ровной спиной, он автоматически использует свой обычный рисунок движения. А нам это не нужно, нам его нужно заменить на правильный. Поэтому вращаемся и ищем прогиб, центр, назад, копчиком, тым-тым, покрутили и посмотрели, где у вас центр. Нашли вот этот вот центр, подтягиваем мышцы промежности и нижнюю треть живота. Не затягиваем, а просто подтягиваем, потому что вот здесь находится поперечная мышца живота, которая отвечает за опоясывание позвоночника и за стабильность, за его вытягивание вверх. Поэтому вы можете это проверить, то есть сесть в прогиб и подтянуть мышцы живота. Почувствуйте, как мышцы поясницы расслабляются. Это очень важный момент, который помогает убрать зажимы, да и вообще ходить в хорошем рисунке. Выдвигаем грудную клетку вверх. Здесь тоже излишний прогиб формируется вот в грудном отделе, для того, чтобы вообще почувствовать, как правильно, куда идти в нейтраль. И дальше двигаем ребра просто назад, отсюда. И очень важный ключевой момент – это наша шея. Здесь опускаем подбородок вниз. Обычно вот он у людей высоко, потому что шея висит на трапециях, он чуть выше. Есть параллель с полом, мы опускаем чуть ниже параллель. И вот как будто бы берем себя за хвост и тянем вверх и назад. Для чего это делается? Часто шея висит вот такая на трапециях. Это включает, подключает шею к работе позвоночника. Она тогда становится его частью. Здесь можно очень легко себя проверить, потому что если вы просто понатыляете головой, как бы это будет вредно. Вот эти все зажимы, они же и кровоток дают не очень хороший. А если подбородком поработать и слегка вытянуть шею по задней поверхности, это ГКС – грудина, ключичная, соски линии. И будет видно, как они начинают двигать ключицами и включаться в работу позвоночника. Дальше еще есть такая картинка, когда у человека колени очень высоко. Когда не высоко, очень трудно здесь влиять на мышцы вдоха, ему сложно дышать. Это усложняет рисунок дыхания. Поэтому мы здесь берем либо кирпичик и приподнимаем таз выше, с тем колени опускаются ниже и человеку легче здесь дышать. А в медитациях, допустим, можно использовать подушку. Я использую подушку, мне это очень удобно, это такое комфортное положение. И для тех, кто совсем не занимается упражнением, но хочет медитировать и не знает, как усесться, люди говорят, а спина затекла, ты думаешь о затекшей спине, а не то, что там какие-то волны. Поэтому здесь можно вот сесть к стенке и по стеночке себя отстроить ближе-ближе, исходя из того, что все-таки седалищные кости их бы выше. Можно сделать эффект стула. Подложить себе книжку, можно кирпичик, не у всех есть кирпичики для легий. Вот, вот туда вниз. И вот здесь вот, уже создавая небольшую опору для спины, будет очень хорошо и удобно и дышать, и медитировать. Хотя, ну вот в парноямах это использовать не советую. В медитации. Желаю всем приятной практики. Продолжение следует...